друзья всем привет он по многочисленным комментариям и просьбам сложились так звезды что я вернулся на объект где я делал стяжку прошло у нас примерно 10 дней и здесь мы будем продолжать делать черновые работы а именно электрику сантехнику черновую возведение стены штукатурку так ну давайте по порядку буквально пару дней назад заказчики несмотря то что я не рекомендую это делать поменяли окна окна красивые коричневые но дело в том что эти окна были заказаны еще перед демонтажом были заказаны и давно лежали их нужно было забирать поэтому решили поставить их но благо здесь остается лофт у нас по этой стене поэтому сейчас окна вообще никак не задействовать тут не будет штукатурки поэтому будем надеяться что окна останутся максимально чистыми так теперь о работах конкретно вообще что здесь было вот такие здесь изначально были межкомнатные перегородки затем после полного демонтажа и стяжки стены будут вот такие здесь будем санузел будем делать стенки из газоблока 10 также вот тот дальний проем будем закладывать также газоблоком и в той комнате гардеробную и спальню отделять тоже стенку делать из газоблока также у нас чтобы в дальнейшем будут конструкции из гипсокартона здесь будет выделяться прихожая небольшая этого сделано в последний момент чтобы не мешало заносу материалов и вот по этой стене долго думали решали как сделать правильнее как видите здесь во время демонтажа разошлись разобрали кирпичную кладку получается тут уже небольшая толщина штукатурки говорю тихо здесь и соответственно там уже соседи то тут очень большая слышимость были варианты все это опять заложить кирпичом потом оштукатурить но у нас здесь комната как я уже говорил в виде морковки вот здесь самая меньшая точка здесь она расходится поэтому здесь вот до перегородки газобетонный потом после штукатурки мы сделаем стену с мдф и гипсокартона и плотненько все заложим звукоизоляции тем самым сэкономим на стукатурке на работах и получим хорошую параллельную комнату из проблемных мест у нас как я говорил ранее это стояк с водой то есть задача максимум это сделать проход через перекрытие цельной трубой и подсоединиться в квартире ниже там у них за фальш стенкой коммуникация вот если же не получится договориться то просто гебу все гиба мы ставим ниже под перекрытие и уводим на стенку трубу это раз второе по полотенцесушителю разберемся вообще что это такое потому что он не рабочий не греется соседи внизу вроде как его вообще то есть тоже нет поэтому предстоит узнать вообще есть в нем вода или нет если нет то хорошо просто срезаем его если вдруг он все-таки выполняет какую-то транзитную роль и в нем есть вода то опять же переходим на тот же шитый полиэтилен тапливаем его в стену и штукатурим так и по стоячку еще надеюсь что не придется ну возможно придется немножко переделать потому что сейчас начал вымерять нам нужно здесь стеночку сделать так чтобы ванна влезла 170 сантиметров сейчас она влезает все хорошо но напомню вот эту тему здесь заказчик захотел чтобы из пола торчали водорозетки и стоял напольный смеситель такой вот ванну соответственно ванна не к стенке будет отставлена и вот есть опасность что она не влезет если здесь вот короб даже если коробу сделал вплотную к трубе возможно не станет ванна кстати поэтому смесителю тоже есть вопросы ну в том плане что он заказан едет но когда он будет может быть через неделю может быть через месяц поэтому эти опалубки вообще пока не трогаем нету не вот по трапу пока я не трогал просто закроем их чтобы туда не нападал на ничего лишнего пока никаких работ делать не будем вот а с этими опалубками мы постараемся разобраться но это однозначно пик когда переделаем зальем здесь как бы заказчик объяснил чего он хочет и потом я покажу какое решение было принято скорее всего здесь будет какой-то сделан аварийный ручок то есть не ревизия такая что постоянно открываться а будет смонтирован короб плитка но при желании можно будет в экстренном случае быстро это все вскрыть и добраться до узла электрику и сантехнику и стены будем делать собственными силами будем работать вдвоем с моим коллегой дмитрием паниным чтобы быстрее штукатурку пригласим еще одних ребят с машинкой и совместно с ними будем делать штукатурку но мы делаем не так что просто отдаем подряд и все не имеем к этому отношения нет там совместно работаем ну покажу устанавливаем одновременно с ними там маячки с заканы чтобы после штукатурки получилась уже законченная сантехника аккуратно собственно все какие будут интересные моменты покажу если есть у вас вопросы задавайте процессе съемок постараюсь ответить на какие-то вопросы друзья помните в предыдущем видео была у нас тема с застрявшими воротами вот этот раз пока заезжала машина я поставил палочку чтобы закрыть датчик чтобы ворота не закрылись вот машина заехала пока разгружались сейчас выхожу а палочку а Редактор субтитров А.Семкин